Весной 2014 по всей России последовала масштабная блокировка банковских карточек. С введением санкций власти заговорили о срочном переходе на национальную систему платежных карт. Крупнейшие компании Visa и MasterCard неохотно, но включились в новую процессинговую систему. Сейчас власти намерены полностью перейти на отечественные карты, которые призваны сделать независимыми российских пользователей и банки от политических решений Евросоюза и США. В эфире телеканала РБК УФА программа «Взгляд». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. И мои собеседники сегодня. Генеральный директор Башкирского регистра социальных карт Олег Романов и начальник управления развития платежных систем Башкомснабанка Юрий Шокуров. Здравствуйте. И первый вопрос вам, Олег Николаевич. Президент Владимир Путин поставил задачу перехода на отечественную карту до конца года и сказал, что ситуация, когда 97% платежных карт принадлежат иностранным компаниям, просто недопустима. На ваш взгляд, реально ли сделать это за один год? Ну, наверное, я начну разговор все-таки с предысторией. Это касается непосредственно нашей республики, республики Баштастан, где мы выпускаем социальную карту Баштастана. И вот обстоятельства, когда у нас наш социальный проездной билет, тот же самый, который мы выпускаем активно в республике, социальная карта, она построена с участием международной платежной системы Мастеркард. Понятна ситуация, когда кого-то отключают от платежной системы, она болезненна для рабочих людей. Но тем более, наверное, сами понимаете, что если бы это отключение произошло в части наших пенсионеров, получающих пенсию, ну, наверное, эффект был бы еще более негативный. Поэтому, совершенно верно, поставлена была задача перехода на платежную систему российскую. Ну, и с точки зрения технологии, я точно знаю, мы общаемся непосредственно с компанией, которая занимается переводом и построением платежной системы. Мы тесно общаемся, мы знаем, что технологически это все будет сделано. Вопрос другой. То есть, вот то количество карт, которое было выпущено Мастеркардом и визой в течение огромного времени, там последние 15-20 лет, она составляет порядка, я не знаю, сейчас 70 миллионов, наверное. То есть, это просто некие сроки по перевыпуску карт должны произойти. Это будет, займет не один год, но технологически до конца года решение точно будет. Юрий Алексеевич, я так понимаю, основная нагрузка ляжет на банки по выпуску этих карт. Насколько это реально с точки зрения банков? Я хочу сказать, что, конечно, задача очень сложная и напряженная, но в нашей практике, ну, скажем так, постоянно мы встречаемся с проектами, задачами, которые имеют очень большие объемы и очень сжатые сроки. Поэтому, как только нам такая задача будет поставлена, мы, безусловно, ее исполним так, как это необходимо. Другой вопрос, что, безусловно, здесь будут такие вопросы, как технологические моменты, технические моменты, вопросы персонализации, выпуска карт. Ну, надеюсь, что они все-таки будут проработаны с точки зрения НСПК и новой планируемой карты. Это будет нерешимой задачей для малых банков или все-таки им будет, наоборот, легче? С точки зрения малых банков задача как раз-таки легче, потому что, как правило, мы все-таки рассчитываем на то, что какое-то готовое технологическое решение банком России НСПК будет подготовлено. То есть здесь это касается и вопросов непосредственного технического изготовления карты, согласования дизайна и того, что сейчас принято называть кабейджингом, и, безусловно, регламентов работы с картами. Это, пожалуй, один из наиболее важных моментов. Ну, в любом случае, те объемы эмиссии, которые имеются у средних и малых банков, они вполне могут быть освоены и перевыпущены за вполне приемлемые сроки. А уже есть ли название для новой карты? Насколько мне известно, как это обсуждалось в СМИ, для новой карты выбрано название МИР. МИР. Олег Николаевич, на Ваш взгляд, насколько сейчас резонно переходить на отечественную карту, когда и виза, и мастер-карт все равно так или иначе стали обслуживаться через национальную систему платежных карт в ведении России? Насколько это актуально, заводить свою карту? Это остается также актуально. То есть здесь, скажем так, моментальные проблемы, которые могут быть сняты с отключением пользователей от визы, от мастер-карта, они на сегодня решены, то есть счета открываются и внутри. Российские транзакции проводятся, то есть тем самым не нарушится одновременно вся работа. Но тем не менее, любое развитие, а самое главное, тарифная политика, которую строит международная платежная система, она, конечно, не соответствует, на мой взгляд, точным интересам России. И надо добавить, что, вот здесь уже было сказано, у вас первый вопрос коллеги, да, по технологической возможности. Да, конечно, во многом национальная платежная система, она повторяет, и не во многом она подобна тому, что сделали международные карты. Но на самом деле это оправданно. Там выдумывать-то ничего не надо. Но с точки зрения, опять же, банков, я сам занимался всю жизнь, скажем, международной платежной системой, достаточно сложно банкам пройти всю процедуру международной платежной карты. Ну, только можно сказать, что тома правил платежной системы, написанных на английском языке, их надо еще изучить специалистам. Я надеюсь, и здесь это подтверждается, что технологические решения, которые используются, они уже перейдены на русский язык, и нашим российским пользователям банкам это будет гораздо проще освоить и работать. А насколько дорого будет стоить выпуск этих карт? Заявлено, что это будет дешевле, чем в международных платежных системах. Но это так и есть. А какие-то цифры существуют? Я бы не называл сейчас. Понятно. Юрий Алексеевич, какой спектр все-таки банковских карт на сегодняшний день пользуется особой популярностью у пользователей? Ну, я хочу сказать так, что спрос на банковские карты определяется структурой существующей эмиссии. То есть, как правило, эмиссия банковских карт любого банка в первую очередь сегодня ориентирована на зарплатные проекты. Это порядка 90-95% от эмиссии. Для таких проектов, как правило, используются наиболее доступные карты типа Маэстро или Виза Электрона. Предлагаю сейчас посмотреть графику. За 4 месяца 2015 года в Башкортостане сократилось количество выданных банковских карт практически на 400 тысяч. Но при этом платить банковскими картами стали в два раза больше. Вот можете как-то прокомментировать это с чем-то связано? Да, конечно. Значит, цифры с одной стороны противоречивы, с другой стороны, в общем-то, они отражают ситуацию нашей экономики. То есть, безусловно, кризисные явления отразились на данном вопросе и количество карт действительно снизилось. Но при этом мы видим те процессы, на которые банки давно рассчитывали. То есть, это увеличение финансовой грамотности населения и, соответственно, его активности именно в сфере безналичных операций. Поэтому 50% рост безналичных операций и, соответственно, 30% увеличение количества электронных терминалов, установленных в торговых сервисах и предприятиях, это не может не радовать. И, как мы видим, при этом рост количества установленных банкоматов произошел всего лишь на 1%. То есть, это действительно отражает ту картину, что сейчас наши пользователи стали ориентироваться именно на безналичный оборот. То есть, они стали привыкать к картам. Это очень важно. Ну и, соответственно, изменилась структура спроса на банковские услуги. То есть, на первый план стали выходить такие интересные и популярные сейчас услуги, как переводы P2P. Ну да, я бы хотел сейчас задать Олегу Николаевичу вопрос. Насколько болезненным все-таки был переход в национальную систему платежных карт для местных отделений банков и вот самих Visa и MasterCard на оригинальном уровне? Ну, я скажу. Вопрос, конечно, лучше коллеги из банка задать. Но я по той причине, что мы плотно общаемся с нашим управлением с национальным банком, с представителями из банка России. Ну, вот с их слов, что прошло это все безболезненно. Ну, и не могло пройти иначе. Потому что технология, я еще повторюсь, очень похожа на то, что сейчас есть международная платежная система. Поэтому особых проблем, насколько я знаю, не было. Но сейчас есть уверенность, что все-таки таких сбоев, которые были в 2014 году... Ну, если вы имеете зарплатную карту, наверняка вы ее имеете, вы же не заметили, что у вас что-то произошло. А вы давно уже сейчас находитесь на национальной платежной системе. Поэтому вот ответ, наверное, на ваш вопрос. Никто и не заметил. Сейчас предлагаю принять звонок на прямой связи со студией Екатерина Алеева, обозреватель журнала «Финансы Башкортостан». Екатерина, здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте. Да, я вас слышу. Екатерина, вот мы разобрались с банковскими платежами. А как обстоят дела с защищенностью межбанковских переводов? На мой взгляд, вопрос следует ставить несколько шире. То есть, независимость от любых попыток шантажа или введения прямых санкций. Вообще, необходимость развития своей собственной инфраструктуры, включая в том числе и платежной, назревала уже давно. И когда спохватили, пришлось сделать это семимильными шагами. Об этом, в том числе и об этом, шло речь на масштабном совещании в УФЕ, которое прошло в марте нынешнего года. Совещание проводили ключевые сотрудники и руководители Банка России. Создан и запущен операционно-клиринговый центр по обработке внутривоссийских транзакций. Именно он после запуска в оборот чисто российских карт дает возможность обезопасить наших граждан от всех возможных внешних воздействий. По большому счету, это показатель уровня развития экономики и финансовой системы всей страны, то есть ее суверенитета. И, безусловно, это гарантия бесперебойной работы операции. Да, Екатерина, а насколько на сегодняшний день банки и республики в зависимости находятся от SWIFT, и когда все-таки они обретут полную независимость от западного оператора? Ну, я полагаю, Кирилл, что совсем корректно стоит вопрос именно о башкетских банках. Есть шанс по поводу отключения системы SWIFT. Он звучал в адрес российской банковской системы в целом, а не только в адрес нашего конкретного региона. Надо понимать, что SWIFT – это один из важнейших элементов всемирной банковской инфраструктуры. И, на самом деле, ущерб отключения России от этой системы будет ощутим абсолютно для всех, как для российских банков и клиентов, так и для зарубежных. По большому счету, это не выгодно никому. И поэтому финансисты надеются на благоразумие соблюдения интересов финансового сообщества в данном вопросе. Да, спасибо, Екатерина. Екатерина, спасибо. На связи со студией была обозревательная журнала «Финансы Башкортостана» Екатерина Алиева. И вот вопрос вам, Юрий Алексеевич. Насколько важна независимость SWIFT от SWIFT для банков? Ну, я хочу сказать, что SWIFT – это система защищенного и гарантированной доставки финансовых сообщений. Собственно говоря, в его названии скрыт этот смысл. Безусловно, это необходимо. Безусловно, без такой системы банки работать будут в очень-очень затрудненном положении. И, как уже было сказано, отключение России от системы SWIFT негативным образом скажется и на России, и на всем мировом сообществе. Если я правильно понимаю, SWIFT – это межбанковские переводы, они пользовательских переводов никак не касаются. Ну, я хочу сказать так, что вот есть денежные переводы, они связаны, как правило, с набором определенных реквизитов. То есть, это сумма, это назначение, это получатель, это правитель, это какие-то реквизиты банков, участвующих в обмене. При этом, это финансовая часть сообщения. Есть еще и текстовая часть, которая также несет в себе немаловажную роль. Без этой текстовой части, такой, как назначение платежа или какие-то сопутствующие реквизиты, переводы, как правило, будут идти в достаточно затрудненном порядке. Вот эту роль как раз и выполняет SWIFT. Именно благодаря этому решаются все сложные вопросы прохождения перевода. Да, понятно. Вопрос от Олега Николаевича. Башкортостан был одним из пилотных проектов по внедрению универсальной электронной карты. Станет ли она прототипом все-таки будущей отечественной карты или этот проект уже отложить в сторону? Опять, тут невозможно сказать, наверное, очень коротко, но я попытаюсь, опять же, с учетом предыстории. Республика Башкортостан была не только пилотом части универсальной электронной карты, но одна из первых, кто начал внедрять социальную карту Башкортостана, нашу региональную карту. Я же говорил, что она построена на международном платеже. Мастер-карт в части универсальной электронной карты, да, мы были в качестве пилота, и по количеству карт мы одни из первых по выпуску были. А сколько было выпущено? На сегодня там порядка 56 тысяч карт универсальных выпущено. Но это ведь достаточно небольшая цифра, я так понимаю, если бы в размерах республики. Это небольшая цифра, но на самом деле мы могли гораздо больше сделать. Это проблема универсальной электронной карты. Я же там вкратце скажу, почему она сейчас уже сворачивается. И мы все-таки надеемся, в рамках национальной системы платежной карты будет карта другая. То есть мы к этому готовы. Мы будем именно ее развивать. А универсальная электронная карта имеет очень большое ограничение. То есть федеральная законодательство, которая призвана была ее выпускать всеми регионами, не обеспечила ее финансирование. Если в проектах социальной карты или вот в НСПК в будущем мы предполагаем, что там затраты будут нести именно банки на эмиссию этих карт. И так же, как это происходит сейчас в социальной карте Маштатистана и в том, что мы будем продолжать, то универсальная электронная карта затраты нес регион. То есть это несколько миллиардов рублей, которые регион должен потратить на то, чтобы банкам жилось хорошо. Но это на самом деле неправильно. И это одна основная причина, почему этот проект не идет. Игорь Алексеевич, наверное, банки тоже будут участвовать финансово как-то в этих выпусках карточек? Ну я хочу сказать так, что это все-таки в первую очередь не только политический, но и финансовый проект. Поэтому, безусловно, все будет зависеть от договоров, от тарификации. То есть какую роль в данном процессе будет играть банк, какие он будет иметь права и, соответственно, по каким тарифам. А насколько банки заинтересованы будут именно использовать нашу отечественную карту? Или им все-таки будет выгодно сотрудничать с визой и мастер-карт? Ведь если выпустят нашу карту, по сути, мы отодвинем наших коллег зарубежных в сторону и, по сути, вытесним их с рынка. Ну я бы так не сказал, что мы планируем или хотим вытеснять кого-то с рынка, потому что рынок – это взаимозависимая система. И всем интересно, чтобы все игроки оставались на месте. Это первое. Второе. Наша карта, региональная карта, российская карта, она все-таки направлена в первую очередь на обеспечение безопасности платежей. То есть все платежи российские должны выполняться в России. И то, что будет выполняться в рамках, разрабатываться и выполняться в рамках ко-бейджинга – это возможность использования нашей российской карты на территории уже других стран. Я думаю, в этом заинтересованы все. Юрий Алексеевич, на Ваш взгляд, насколько сегодня защищены банковские и платежные переводы? Все-таки гражданам есть ли повод для беспокойства? Ну, я считаю, что нет. Потому что, как правило, как показывает наша практика в части работы, в первую очередь с переводами физических лиц, это достаточно большие объемы. Это миллионы переводов. Защищенность современных систем, и в первую очередь российских систем, достаточно высока. Как правило, все то, что может беспокоить наших клиентов в отношении переводов, это все-таки относится уже не к сфере технологий, не к сфере банковского обслуживания. То есть эти операции на сегодняшний день достаточно надежны. Олег Николаевич, и Ваше мнение. Я бы сказал, что и безопасность это в первую очередь, но все-таки я хотел бы добавить в части региональной карты, о которой мы говорим, то есть о республиканской платежной системе. Мы рассматриваем нашу карту не только с точки зрения безопасности, а с точки зрения ее востребованности нашими, в первую очередь, жителями республики. Потому что на ней еще появляется дополнительный функционал, то, что в регионе есть, и который не надо тянуть международную платежную систему, и даже национальную. Это транспортное, это дисконтное приложение. Это надежно работает. Безопасно. На сегодняшний день около 60% работающих жителей республики получают зарплату по-прежнему наличными деньгами. Но у каждого второго при этом открыта кредитная карта. Поэтому практически все работающее население так или иначе сталкивается с банковскими картами. Ну а переводы между банками и вовсе один из главных критериев экономической стабильности в стране. И независимость в этой сфере, тем более в условиях мирового политического кризиса, должна стать гарантом финансовой безопасности региона и России в целом. Моими собеседниками сегодня были генеральный директор Башкирского регистра социальных карт Олег Романов и начальник управления развития платежных систем Башкомснабанка Юрий Шокуров. Спасибо за беседу. Приходите еще. Спасибо.